Всем в тренде и всех с первым днём лета, хотя у меня за окном далеко не солнечная и не тёплая погода, но всё же радуюсь тому, что у нас в Украине хотя бы полностью закончился карантин, и на этом спасибо. Ну а мы, как всегда, сегодня подведём итоги прошлой недели, поговорим про все актуальные новости и, конечно же, выберем самые топовые рэп-новинки. И начать мне бы хотелось с анонсов. Trill Peele выставил у себя на странице плейлист его будущего релиза, который будет называться «Московские хроники». На альбоме будет 9 композиций, и, судя по всему, почти все они совместные. Дата выхода пока что точно неизвестна, но если верить в Warner Music, то релиз должен выйти в первой половине этого лета. Также, вслед за Моргенштерном, Flash купил себе новый белый мерин и, по традиции, конечно же, записал про эту песню. Ну и затрагивая тему дежавю, хотелось бы вам ещё показать новый сниппет Lil Morty, который, ну, очень сильно мне что-то напоминает. И я думаю, многие уже догадались, на что его новый трек опять-таки похож. А возможно, просто Морти пишет делюкс-версию альбома «Правила», это было бы реально оригинально. Ну ладно, идём далее. Также Моргенштейн затизерил кадры клипа на песню «Кадиллак», и, судя по всему, дроп состоится в эту пятницу. И ещё нежданно Скриптонит показал очень много сниппетов, которые, скорее всего, будут на его новом релизе. И такая продуктивность от него меня уже реально радует. Ну и напоследок, хотелось бы обсудить ситуацию, которая сейчас происходит в Америке. Если вкратце, там, 25 мая поступил вызов полиции, владельца маленького магазина, о том, что кто-то расплатился с ним фальшивой 20-долларовой купюрой. Полиция быстро нашла этого супер-опасного злодея, в кавычках, вывела его из машины, причём, заметьте, он не сопротивлялся, у него не было оружия, ничего такого, что могло угрожать полиции. Но полицейский с ним поступил грубо, положил на землю и надавил коленом на шею. Люди-прохожие это начали снимать на камеру и возмущаться, а сам преступник кричал о том, что ему трудно дышать и, пожалуйста, дайте вдохнуть ему воздуха. В итоге это всё закончилось тем, что полицейский задушил этого парня. И, как мы сейчас видим, всё это переросло в агрессивные протесты против жёсткого обращения полицейских к людям афроамериканской внешности. Во всех городах Америки на улицы повыходили толпы протестующих, началось мародёрство, ограбили всем известный магазин Icebox, Apple, Gucci и даже салон Мерседеса. Подержать людей также повыходили известные артисты, например, Осопроки, Ариана Гранде и так далее. Дошло всё до того, что Трампа, президента Америки, увели даже вроде бы как в бункер Белого дома. Ну а сами власти больших городов поддерживают людей и не против митингов, только просят не разрушать город, в котором эти люди сами же и живут. Вот такая вот ситуация сейчас происходит в Америке и я думаю, что многие рэперы будут об этом говорить в скором времени. А также снимать клипы, это 100%, потому что декораций там сейчас, ну реально много. Но это уже совсем другая тема для разговора, поэтому давайте перейдём к обзору новинок. Но перед тем, как начать, я хотел бы вам напомнить о таком магазине, как Hustle.rf. На Hustle.rf более 3000 моделей кроссовок и зимних, ботинок известных брендов в наличии. На сайте вы можете почитать реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. И самое главное, это то, что у ребят бесплатная доставка и оплата при получении. Не понравилось, вернули. Понравилось, покупайте. Всё просто и безопасно. Также только для моих подписчиков действует промокод в тренде, дающий скидку аж 25%, по которому было сделано уже более тысячи заказов. Поэтому ссылку на магазин я оставлю в описании под роликом. Конечно, самой главной новинкой этой недели стал новый альбом Бульвара Депо, о котором я уже говорил в своём недавнем ролике, где мы сделали обзор на данную пластинку. Я бы мог очень долго её разбирать, так как каждый трек несёт себе отдельный смысл, интересные строчки и так далее. Но если вкратце, кто не смотрел обзор, это реально взрослая музыка. И поймёт её далеко не каждый. Здесь затрагиваются темы возраста, дружбы, отношений. И, конечно же, Депо неплохо так проехался по фейковым рэперам. В принципе, весь альбом слушается налегке. И чтобы его понять, нужно хотя бы раз прослушать, вникнув в текст. Я уверен, что если вы это сделаете, то точно не пожалеете. Лично у меня от некоторых композиций прям были мурашки. И я действительно словил кайф от этого альбома, что бывает крайне редко. Ищешь ход, дверь закрыта, лезь в окно, ищи выход, ляг на дно. Я всё это слышал и всё это знаю. Я веду всё это другими глазами. Для лица меняются, будто бы сладкий. Это friendly fire, огонь по своим. Это friendly fire, огонь по своим. Ты, папа, подым и умер молодым. Это friendly fire. Второй по крутости релиз этой недели это новый альбом Гонфлада под названием Вуду Чайлд. Пластинка вместила в себя 16 композиций. И это, конечно, меня радует. На фита, кстати, помимо Глэмгоу Гэнга, есть ещё Томас Мраз и i6-1. Если честно, меня альбом удивил. Я ожидал что-то наподобие прошлого EP, который был более мрачным. Но я ошибался. Здесь есть всё. Начиная от мелодичного вкуса яда и заканчивая безумно техничным Lame Sheet 2. И да, я понимаю, что Флад в какой-то степени приелся. Его музыка уже не так интересно звучит, как два года назад. Но он точно не потерял свой скилл, а наоборот, его ещё сильнее доработал. Поэтому я всем рекомендую послушать новую работу Флады. Так как лично меня он реально удивил. Долгожданный трек Джизуса под названием «Альбора Голд», в котором он подогревал интерес уже долгое время, наконец-то вышел. Но если открой глаза, мне моментально улетела плейлист, и я думал, блин, какую же годноту начал делать этот исполнитель, то вот «Альбора» уже на любителя. В целом, это звучит импульсивно и энергично. Поэтому слушателям такой некой агрессивной музыки это точно зайдёт. Трэвис Котт зачитал под прямую бочку, да ещё несколько строчек выдал на испанском языке. И знаете, мне это понравилось. Реально, его новый фит с певицей Росалия имеет все шансы стать успешным коммерческим хитом, который не стыдно послушать. Чемодан Клана, точнее, теперь уже группа 13, выпустила новую композицию под названием «Деньги». И, скорее всего, это сингл из будущего альбома. Но знаете, чемодан ньюскульный. Обёртки, ну, такое себе. Лично мне не зашло. Смолк Перп затизерил новый тейп, а также выпустил новую композицию, которая, в принципе, ничем не отличается от его предыдущих работ. Это минималистичный бит, всё тот же флоу, да и посыл тоже. Сайт проект «Грязного Рамиреса» продолжает активно выпускать новые композиции. На этот раз новая работа получила название «Ночь», что в целом полностью описывает данную песню. Это звучит спокойно, мелодично и очень атмосферно. Ну и продолжая тематику спокойных композиций, хочется ещё упомянуть новую песню Басты под названием «Каждый перед Богом Нак», что является неким трибютом Бродского, ведь за основу песни было взято как раз-таки его стихотворение. «Сейн Джон» и его самый громкий хит Роуз и собрёл новую ремикс-версию, на которой принял участие ещё и Фьючер. «Скарлорд» на этой неделе представил уже третью часть своего лонгплея, и на этот раз это не три новые композиции, а уже четыре. Кстати, скорее всего, в следующую пятницу выйдет заключительная часть этого альбома. Один из самых продуктивных рэперов Боунс выпустил очередной новый альбом, на котором он также показал всё разнообразие своего флоу, начиная с покойного и мелодичного вокала и заканчивая скоростной и агрессивной читкой. Кстати, как вы знаете, женский рэп ещё на русском языке это редкость, поэтому сегодня я хочу вас познакомить с такой исполнительницей из Украины, как Мичелада. Буквально недавно она выпустила свой первый мини-альбом под названием «Когда ты Бог», который включил в себя три новые композиции. А также советую посмотреть ещё клипы на её YouTube-канале, который в общей сложности уже имеет более двух миллионов просмотров. Эта девушка только начала свой путь в рэп-индустрии, но уже имеет неплохие результаты, поэтому ссылку на её группу в ВК, а также на клипы я оставлю в описании. Лил Яти выпустил финальную третью часть своего релиза Лил Бот, на котором приняли участие такие исполнители, как Осап Рокки, Фьючер, Тайлер, Янг Таки и многие другие. Быстро набирающий популярность рэпер Коок выпустил двойной клип на композиции «Хамелеон» и «Мясо», и это выглядит действительно очень стильно. Trip Red на этой неделе выпустил новый совместный клип с покойным Джус Волдом. Ну а также Gucci Mane и Lil Baby представили на этой неделе новую совместную видеоработу. И на этом по новинкам у меня всё, все песни из этого ролика вы найдёте одним плейлистом в нашей группе ВК, а также все названия я оставлю в описании под видео. И не забывайте про наш инстаграм в тренде ТВ, ведь там вы найдёте ещё больше новинок и актуальных новостей. А также не забудьте подписаться ещё на канал, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube. Я в тренде, а не в тренде, мы в тренде, что там, что там, я в тренде. В тренде... Продолжение следует...